Результаты выглядят слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Ученые из США, Нидерландов, Франции, Италии и России поставили под сомнение эффективность и безопасность российской вакцины от COVID-19 спутник ВИ. Впервые в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции. В частности, они усомнились в достоверности данных о третьей фазе клинических испытаний этого препарата, указав на ограниченный доступ к данным исследования и его полному протоколу. Расхождение в цифрах подозрительны и совпадение в информации об эффективности вакцины для всех возрастных категорий. Аденовирусная платформа – это не то, что институт Гамалеи разработал единолично. Есть и другие вакцины на сходном аденовирусной платформе. У многих из них есть стиле и ныне недочеты, прежде всего, связанные с тем, что вирусный вектор может продолжать реплицироваться, то есть самовозпроизводиться в организме пациента при введении вакцины. Это связано с тем, что может возникать обочий иммунный ответ на сам аденовирусный вектор, поскольку сам по себе также является вирусом. Это связано с относительно низкой эффективностью аденовирусных векторов по сравнению с вакцинами МРНКового типа, поскольку платформа для доставки не является оптимальной. И, разумеется, ожидать эффективность свыше 92-93%, тем более с такой потрясающей гомогенностью по различным группам, было бы несколько удивительно. Материал об этом опубликовал авторитетный британский медицинский журнал «The Lancet», ранее поместивший статью с высокой оценкой результатов первых двух фаз клинических испытаний российской вакцины. А позже уже в статье о третьей фазе испытаний было заявлено, что эффективность спутника ВИ превышает 91%. Всё это российские власти стали использовать для продвижения спутника ВИ на международной арене. Василий Власов – единственный российский специалист среди авторов критической статьи. Если бы они предоставили доступ к исходным материалам, возможно, некоторые несуразности были бы разъяснены. Они этого не сделали. Поэтому в отношении результатов этого исследования, материалов этой статьи, существуют сомнения, которые приводят к неопределённости в нашей оценке. По-видимому, мы должны полагать, что эффективность вакцины находится где-то в пределах от 50 до 100%. Вот в таком вот широком интервале. Это будет наиболее правильно с точки зрения защиты интересов общества. Подчеркнём, что данные о безопасности вакцины в этой статье тоже приведены очень неполно. Разработчики вакцины из центра Гамалея опубликовали ответ, назвав неточности в цифрах простыми опечатками, а запросы учёных – странными. Также они напомнили, что вакцина «Спутник Ви» зарегистрирована в 51 стране. А в Аргентине ведётся массовая вакцинация российским препаратом. Всё это, по их словам, свидетельствует о том, что вакцина соответствует нормативным требованиям контролирующих органов. Разработчики этих всемирно известных вакцин, можно сказать, западных вакцин, они не только опубликовали более детальные отчёты о проведённых ими исследованиях, но они также опубликовали протоколы, в соответствии с которыми проводились эти исследования. Российские исследователи отказались публиковать протоколы, и это тоже вызывает вопросы, потому что публикация протокола в течение последних десятилетий, как я уже сказал, на основе существующих сегодня стандартов, является достаточно общепринятой практикой. Если люди что-то скрывают, значит, есть им что-то скрывать. Это дополнительно вызывает вопросы недоумения и недовек. Мы видим, что далеко не все страны готовы разрешить эту российскую вакцину для использования у себя, а те страны, которые разрешают использовать у себя, они это делают, как можно понимать, без детальной экспертизы. Это детальный анализ информации. По большому счёту могут проводить не так уж много организаций в мире. Лучшими являются американское FDA, европейское медицинское агентство, в Британии прекрасное лекарственное агентство, в Японии. Но, к сожалению, многие страны такими ресурсами не обладают. Ранее в интервью российскому православному изданию директор института имени Гамалеи Александр Гинзберг обвинил группу иностранных учёных в том, что им, цитата, платит большая фарма. Те самые производители вакцины против COVID-19, конец цитаты. Это произошло после того, как учёные опубликовали открытое письмо, поставив под сомнение подлинность представленных данных ещё о первых двух фазах клинических испытаний. Письмо подписал и американский биолог Константин Андреев. На самом деле биография авторов письма довольно несложна. Все они связаны с исключительно научными институтами. Разработка вакцины и её распределение стали для мировых игроков инструментом мягкой силы и продвижения экономических интересов. Эксперты подчёркивают, что на этом рынке Россия своими главными конкурентами считает США и Европу. В попытке продвигать спутник ВИИ на мировом рынке Кремль ведёт кампанию дезинформации в отношении западных вакцин, искажают факты об их безопасности и эффективности. Они используют и такие методы, как выборочное представление фактов, распространение ложной информации и намеренное введение в заблуждение. Центр глобального взаимодействия при гостепартаменте США описывает российскую кампанию по дезинформации против западных вакцин как подрывную и разрушительную деятельность, попытку загрязнить информационную среду, подорвать доверие к западным вакцинам и в то же время создать имидж России как разработчика лучшей вакцины от коронавируса. Две цели, которые мы наблюдаем в кампаниях по дезинформации, связанных с ковид или вакциной. Это, во-первых, попытка подорвать доверие к западным препаратам, преувеличить возможные побочные эффекты, преувеличить возможные негативные факторы, которые с ними ассоциируются. А во-вторых, создать имидж России как лидера спасающего человечества от пандемии. Государственные СМИ, официальные страницы российских дипломатических представителей в социальных сетях, онлайн-медиа, так называемые прокси-сайты, связанные с Кремлем. А теперь и официальная страница вакцины «Спутник Ви» в Твиттере распространяют негативные материалы о западных вакцинах, обвиняют США и Европу в преднамеренной кампании против российской вакцины с целью доминировать на мировом рынке. Одна из главных жалоб российских государственных СМИ то, что западные медиа несправедливо относятся к вакцине «Спутник Ви». Да, изначально, когда в августе президент Путин сообщил, что у них первая в мире доступная вакцина, прежде чем сделать все исследования на безопасность, было некое скептическое отношение со стороны западных СМИ. Несмотря на эту первоначальную реакцию, дальнейший анализ информации показал, что на Западе новости вокруг «Спутника Ви» освещались довольно беспристрастно. «Спутник Ви», подобно вакцинам AstraZeneca и Johnson & Johnson, является векторной вакциной. Они созданы на основе аденовирусов, которые выступают в роли носителей генетического материала. Векторы доставляют патогенные организмы в клетки. Там вирусы размножаются и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2. В США новость о том, что у шести женщин в возрасте до 50 лет, получивших прививку Johnson & Johnson, образовались смертельно опасные тромбы, стала одной из самых тревожащих с начала кампании по вакцинации в стране. После была рекомендация американских регуляторов приостановить использование этой вакцины. Johnson & Johnson начала работать с регулирующими органами, чтобы выяснить, была ли причинно-следственная связь между этими случаями и вакциной. После 10-дневной паузы, взятой для исследования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA вновь разрешила использование вакцины Johnson & Johnson, заявив, что возможные преимущества использования этой вакцины значительно превосходят риски для людей в возрасте 18 лет и старше, и что риск образования тромбов очень низок. Ученые подчеркивают, что подобное сотрудничество с регулирующими органами крайне важно для общественного здравоохранения и в интересах всех разработчиков вакцин. Однако пока призывы к создателям спутника ВИ обнародовать данные о клинических испытаниях вакцины для тщательной проверки качества проведенных исследований остаются отчетными. Насколько опасно, мы не можем этого сказать. Потому что в отличие от других вакцин, например, вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson, где буквально отдельные случаи тяжелых осложнений были зарегистрированы и быстро проанализированы. Что касается вакцины Sputnik, производитель и его спонсор заявляют, что она абсолютно безопасна и никаких тяжелых осложнений не бывает. Между тем, существуют подтвержденные документами сведения о смертях нескольких человек, которые нельзя просто так отрицать. Подчеркнем, что люди имеют свойство умирать, и когда вакцинируются миллионы людей, то, конечно, кто-то из них умирает, в том числе и в какое-то короткое время после вакцинации. Но, подчеркиваю, уверенность возникает только там, где существует строгая регистрация и детальный анализ. К сожалению, применительно к российским вакцинам этот процесс крайне несовершенен. Сегодня вы понимаете, что... Ну, если разработчики Sputnik начнут, в общем-то, действовать так, как действуют разработчики компании Johnson & Johnson, да, это действительно сильно упростит ситуацию, помогло бы им сами в первую очередь. Будут ли они так делать? Не знаю. Мне кажется, сейчас вокруг именно Sputnik присутствует довольно много политических дебатов, спекуляций на этот счет. И мне кажется, вектор его пиар-компании выбран уже, а сейчас немножко не в ту сторону. Я сомневаюсь, что они действительно начнут сотрудничать так, как это делали разработчики Johnson & Johnson. Пока же стратегия Кремля, при которой они продолжают называть любую критику российского препарата, кампании против Sputnik AVI, не дает особых результатов. Так как государства, в которых нет своей системы проверки качества вакцин, полагаются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, при регистрации препаратов для вакцинации населения. ВОЗ на данный момент разрешила использование пяти вакцин от COVID-19. Спутника ВИИ в этом списке нет. Всемирная организация здравоохранения сообщила русской службе «Голоса Америки», что в настоящее время получает и анализирует данные центра Гамалеи. Экспертам организации понадобится несколько месяцев для принятия решения о выдаче разрешения на применение российской вакцины. Мы смотрим на три элемента. Во-первых, мы запросили всю информацию о безопасности вакцины. Какие побочные эффекты? Умирали ли люди после получения вакцины? Во-вторых, мы рассматриваем эффективность. Реже ли заболевают коронавирусом люди, получившие вакцину? Снижается ли у привитых вероятность смерти от болезни по сравнению с теми, кто не вакцинировался? В-третьих, и это очень важно, мы исследуем качество. Производят ли вакцину качественно? Для этого мы посещаем предприятия. Мы получаем информацию из центра Гамалеи. По мере поступления данных они отправляют их нам. Но другая важная вещь, которую мы делаем, мы проводим мониторинг в самой России. Если я не ошибаюсь, сейчас наша команда находится там. Они посещают разные объекты и наблюдают за процессом. Мы ожидаем, что соберем всю информацию к концу июня, и уже в июле сможем закончить процесс. И смотрим процессы. Вакцина не идентична продукту, который в настоящий момент проверяет и Европейское агентство по лекарственным средствам. В конце мая правительство Словакии все-таки одобрило использование спутника Ви. Первые прививки российской вакцины, как отмечает словацкая пресса, будут сделаны в июне. Спутника Ви нет в списке вакцин, одобренных для чрезвычайного использования регулирующими органами Евросоюза. Авторы критической статьи о клинических испытаниях спутника Ви рассказывают, что прежде чем опубликовать свой материал, они отправили все замечания европейским регуляторам. Полагаю, если авторы будут относиться к требованиям предоставления исходных данных, деталей происследовательского протокола, вот так же, как они подошли к ответам на нашу критику, то, скорее всего, шансов у них будет немного именно с ЕМА. И для того, чтобы все-таки включиться в лонгу, как вы говорите, в участие наравне с американскими, западными и британскими вакцинами, наверное, все-таки нужно снижать секретности и все-таки кооперировать и коллаборировать с подобными запросами чуть более эффективно. Европейская служба внешних связей в своем последнем докладе подчеркивает, прокремлевские СМИ и твиттер-аккаунт «Спутник Ви» пытались подорвать доверие к Европейскому агентству лекарственных средств, вызвать недоверие к их процедуре регистрации лекарственных препаратов и политической беспристрастности. На данный момент Венгрия – единственная страна Европейского Союза, которая начала прививать население российской вакцины, не дождавшись разрешения европейского регулятора. В серии твитов на странице «Спутника Ви» сообщение, что официальные данные из Венгрии свидетельствуют о том, что «Спутник Ви» в несколько раз лучше вакцин на основе МРНК, когда речь идет о безопасности и эффективности. Они сообщают об организованной кампании против «Спутника Ви», рассуждают о возможной монополии вакцины «Файзер» в Европе. Основной удар российская компания «Дезинформации» наносит по первой вакцине, получившей в США разрешение на использование. «Файзер Байонтек» – Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов, одобрило эту вакцину в декабре 2020 года. За месяц до этого Россия начала распространять негативные материалы об этой вакцине и продолжают это делать по сей день. С недавних пор мы видим, что даже официальная страница вакцины «Спутник Ви» в Твиттере начала участвовать в том, что называется «манипуляцией информации». Они опубликовали материал, например, утверждая, что в мире значительно больше смертей после вакцинации препаратом «Файзер» по сравнению с другими вакцинами. Они не добавили к этому материалу важную информацию о том, что вакцины доставлялись разным группам населения и людям из группы риска. Если вы вакцинируете пожилое население в первую очередь, и именно «Файзер» раньше всех была доступна во многих странах, то, конечно, будет больше смертей в этой группе. Нет никакой причинной связи. Они печатают мелким шрифтом в неприметном месте важную информацию, что причиной связи между вакцинами и этими смертями не установлено. Но все это не замечается, когда мы читаем об этом в социальных сетях или только в заголовках. Люди лишь видят, что это небезопасно, и больше людей умирают, получив вакцину «Файзер» по сравнению с другими вакцинами. Материал «Арти» был опубликован 1 февраля 2021 года. Заголовок, цитата, «семь человек умерли в испанском доме престарелых после инъекции «Файзер» от COVID-19. У всех жильцов положительный результат теста на вирус. Вторая доза ожидается». Конец цитаты. Ниже курсивом указано, что на данный момент нет никаких оснований считать, что причиной смерти была вакцинация. 15 апреля 2021 года на официальной странице спутника ВИ в Твиттере со ссылкой на журнал «Беренд» сообщалось, что вакцины компании «Файзер» и «Модерна» могут стать причиной образования от тромбов. Но само исследование вовсе не об этом. Это научная статья о том, что от COVID-19 больше вероятность образования редких тромбов, чем от вакцин. Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать эти сообщения Маргарет Харрис, официального представителя Всемирной организации здравоохранения. «С вакциной «Файзер» мы наблюдаем очень хорошие результаты. Мы видим, что среди вакцинированных у очень немногих развивается какое-либо серьёзное недомогание или же возникает смертельно опасная реакция. Мы также можем сказать, что результаты исследования безопасности препарата отличны. После любой вакцины наблюдается та или иная реакция. Это случается у небольшой группы людей. И важно наблюдать за своим состоянием при появлении побочных эффектов. У некоторых может возникнуть и аллергическая реакция. Важно, чтобы люди с историей аллергии сообщали об этом своему лечащему врачу. На данный момент мы не наблюдаем образования тромбов, связанных с вакцинами на основе МРНК, «Файзер» и «Модерна». Но учтите, мы вакцинируем огромное количество людей и ожидаем, что в какой-то момент можем столкнуться с редкой реакцией. Критически важно наблюдать за всеми, кто получил прививку. Смерть после вакцины сложно истолковать, потому что люди умирают по многим другим причинам. Я привилась на прошлой неделе, но у меня может случиться внезапный инсульт, так как я в той возрастной группе, в которой это вероятно. Может быть много смертей, которые совершенно не связаны с вакциной. Используя систему, которая собирает информацию о всех смертях, включая в результате автокатастрофы, можно проанализировать, есть ли какая-либо связь с вакцинацией. На данный момент ни одно исследование не демонстрирует прямой связи смертей с вакцинацией. Мы не можем с имеющимися у нас данными утверждать, что есть подобная связь. Нужно проводить больше исследований. На вопрос «Голоса Америки» о возможных серьезных побочных эффектах от вакцины «Файзер». ФДС, ссылаясь на постоянно обновляемую новыми данными документы ведомства для медицинских работников, отметила, что вне клинических испытаний наблюдались случаи тяжелой аллергической реакции, включая анофилоксию после вакцинации этим препаратом. «Файзер» и «Байонтек» обратились к федеральным регуляторам США с просьбой получить полную лицензию на использование вакцины в обычных условиях. На сегодняшний день «Файзер», как и модерный Джонсон Джонсон, имеет разрешение лишь на экстренное использование. Прививку любым из этих трех препаратов можно сделать в подобном временном центре вакцинации. Этот в американской столице, где уже более 40% населения полностью вакцинированы, закроется уже в конце июня. Так делают и власти других городов, где высокий темп вакцинации. В США более 50% населения получили первую дозу вакцины. Полностью вакцинированы 40%. Россия и Китай отправляют миллионы доз своих вакцин от COVID-19. В основном в развивающиеся государства. Количество доз, выделенных для каждой страны, эксперты напрямую связывают с геополитическими интересами поставщиков. Например, Россия при помощи вакцинной дипломатии пытается расширить свое влияние в странах Восточной Европы и Латинской Америки. Но у этой гуманитарной помощи, отмечают аналитики, политическая цена. Это игра с дальним прицелом как для России, так и для Китая. Россия и Китай надеются, что страны, которые получают их вакцины, продемонстрируют в будущем свою благодарность, и им будет сложно отказать России и Китаю в ответной услуге. Заглядывая вперед, и Китай, и Россия будут ожидать, что страны-получатели будут на их стороне в ООН, предоставят им доступ к естественным ресурсам своих стран, ускорят прохождение контроля и одобрение инвестиционных проектов, или же станут более открытыми, когда речь зайдет о покупке вооружений или технологии 5G. Что вакцинация против коронавируса станет ежегодным событием, по крайней мере для определенных возрастных групп, и все это лишь укрепит подобную тенденцию. начальник разведки России опубликовал заявление о том, что европейские государства оказывают давление на Европейское лекарственное агентство для того, чтобы оно не зарегистрировало российскую вакцину, не разрешило ее использование в Европе. Возможно, русские разведчики что-то выведали в Европе, и они обоснованно говорят об этом, но, наверное, это первый случай в истории разрешительных систем лекарств, когда разведывательные организации вмешиваются в этот процесс. Мне это кажется печальным и даже отвратительным, как бы я ни пытался сформулировать сбалансированную точку зрения. Государство Запада и международные организации подчеркивают, что им приходится противостоять пандемии и инфодемии. Мы противостоим дезинформации. Мы работаем с самыми разными партнерами из других государств и институтами гражданского общества, чтобы противостоять этому. И мы делаем это разными способами. Мы можем показать, как эта система работает. Есть заявления, сделанные официальными лицами США и другими, которые говорят о проводившихся испытаниях. Я думаю, в условиях глобальной пандемии, когда очень важно, чтобы люди вакцинировались, есть сильное желание знать правду. И, к счастью, растет число организаций, которые делают все возможное, чтобы рассказать правду людям. То, что мы называем инфодемией, это такая же проблема, как и пандемия. Инфодемия – это та информация, которая распространяется в мире быстрее, чем сам вирус. И когда людям дают информацию, которая пугает их или лишает доверия, они могут совершить действия, которые увеличивают риски заболеть или причинить себе вред. И, конечно, дезинформация о вакцинах может напугать. По факту, привиться – самое умное, что вы можете сделать. Мне задают вопросы об определенных вакцинах и интересуются у меня, а какая самая лучшая вакцина? А я отвечаю – лучшая вакцина против COVID-19. Российская компания дезинформации, по словам экспертов, подпитывает антипрививочное движение и мешает всеобщей борьбе с пандемией. Исследователь Альянса по защите демократии германского фонда маршала в США Брэд Шафер подчеркивает, что эта компания ударила по ее организаторам. В самой России уровень недоверия к вакцинам, и в частности к спутнику Ви, высокий. К umbrella. structures определенные вакцинации в Альянск иkelijk. Так же антирех по Ви. Альянс, и трех большой. Кเลย. Возвращая воевать весь миф.